Добрый вечер, в эфире программа Попуча гость студии. Сегодня у нас две очаровательные барышни. Я даже представлю сейчас, пытаюсь не напутать ничего. Оксана Милянчикова. Глава представительства ИТМ, ГМБХ, эксклюзивного дистрибьютора концерна «Хюмер» на территории России и стран СНГ. Правильно? Да, конечно. И Юлия Сбирнова, руководитель отдела маркетинга компании «Хюмер». Здравствуйте. Спасибо за то, что пришли. Сегодня будем говорить с вами о домах на колесах. Давайте немножечко истории. Когда появились дома на колесах, когда появились прицепы. Потом мы отдельно поговорим, чем они отличаются и что выгоднее человеку. Просто вот караван или дом на колесах, который называется, как правильно? «Хюмермобиль», мы так называем его. Понятно. Автодом. Автодом. Прежде чем отвечать на этот вопрос, хочется затронуть более широкую категорию – караванинг. То есть все передвижение на колесах, включая дома на колесах, автодома, прицепы, людей, которые в них путешествуют, и кемпинги, называется в Европе и Америке одним широким словом «караванинг». В наши словари пока не вошло это слово, но уверена, что лет через 10, когда мы откроем толковый словарь русского языка, под словом «караванинг» будет написано именно это. Когда началось? Ну, наверное, с того момента, как существует человек. Потому что правители, начиная с Клеопатры, во время путешествия обустраивали свои апартаменты в пути, да, это были кареты, всеми необходимыми вещами. Клеопатра брала с собой в ванны в путешествии, Наполеон, как известно, путешествовал вместе со своей библиотекой. Сама история в Европе началась в послевоенные годы. И первый промышленный «караванинг» начался в 1957 году, и в этом году фактически Европа отмечает 50-летие этого движения. Это же в том виде, в котором мы привыкли. В том виде, о котором мы сегодня говорим. У нас, знаете, у нас есть видео, которое предоставлено, кстати говоря, вами. Там какой-то музей. А я немецким не владею, но я так понимаю, что это музей, который посвящен непосредственно «караванингу». Сейчас давайте посмотрим, а вы прокомментируете, что это за здание. Это здание в Батвальдзе, непосредственно завода, производство. Экспонаты, которые в будущем появятся в музее. Музей планирует открыть, по нашим сведениям, в конце 2008 года, куда мы отдельно вас пригласим, конечно же. То есть очень скоро поедем в Германию? Очень скоро поедем в Германию. Это личная коллекция основателя компании, господина Эрвина Хюмора, собственно, фамилию которого и носит концерн, крупнейший в Европе концерн Хюмор. Замечательные такие домики. Там я вижу Volkswagen даже какой-то удлиненный. Различные, совершенно различные. И раритетные, и, собственно, самые новые модели. Интересно, сколько времени он потратил на то, чтобы собрать вот эту всю красоту? Всю свою жизнь, 50 лет. 50 лет. То есть достаточно молод, получается, да? И стоит у руля такой большой корпорации. Мало того, что стоит у руля, да, и компания носит его имя. Это человек, который вот уникальный для современного бизнеса. Человек, который полюбил свою идею, воплотил ее в жизнь и увлек ей другой. То есть и сейчас глобализация, да, мультинациональные концерны. А этот бизнес остался семейным. То есть понятно, что это акционерное общество. Тем не менее, он сам до сих пор разрабатывает концепцию автомобилей. То есть до сих пор у руля. Объединил целый ряд брендов вокруг себя. И остается действительно руководителем движения караванинга, объединения различных караванеров в Европе. То есть уникально. Уникально. Фактически Генри Форд в наше время, если так можно сказать. Замечательно. Надо будет познакомиться с ним обязательно. Когда пригласить нас в Германию, обязательно познакомимся. Обязательно пригласим. А вот эти съемки, которые вы видели, мы делали в мае этого года. Мы брали интервью для России у Эрвина Хюмора. И надеемся в скором времени его тоже показать. Потому что это человек-история. Давайте, кстати говоря, вернемся к истории. Потому что у меня есть такая информация, что, как вы и сказали, что действительно в начале века прошлого появилось движение. Но тогда представили немножко другое. Вот эти вот дома на колесах. Вернее, прицепы. Были прицепы, в которых летом люди, при помощи которых путешествовали. А на зиму они просто туда всякий хлам сваливали. И он у них хранился. Вы про скифы? Ну, в 20-е годы скиф не было, мне кажется. Нет. Это просто были какие-то такие вот тачки, одноосные, прицепные, ну, там, не знаю, прицепы, наверное, да? И потом в Америке. В принципе, наверное, из Америки пошло, по большому счету, движение. Параллельно развивалось, специально изучали эту тему. Я даже не думаю, мы просто погрузились, так сказать, в свитки, в историю глубоко. В Америке отдельно существовал этот вид, так сказать, жизни, да? И, собственно говоря, они не путешествовали на них, они некие колеса приделывали, действительно, перетаскивали свои дома в зависимости от необходимости. Ну, если мы берем, да, классика. Ковбой, выпас, если менялись пастбища, вот он мог перевезти свой автомобиль. И в Европе совершенно параллельно, опять-таки, начиная с того, что тяговой силой были лошади, да, лошадиные. И англичане ввели эту моду в Европе, где они переоборудовали дилижансы, делали по три комнаты, ставили рояли, библиотеки, спальни. И таким образом англичане путешествовали по Европе. Европейцам понравилось, французы подхватили, немцы. И, в общем-то, логика была ясна, как только появилась машина, то есть этот прицеп уже просился именно для путешествия, для комфорта. То есть немножко другой уровень, другая функциональность в Америке и в Европе. То есть если в Европе это был всегда некий шик, некая такая эксклюзивная возможность путешествовать с комфортом, то в Америке чистая функциональность. Это необходимость. И необходимость. То есть вот тут разница, да, и менталитет другой в Америке, и, собственно говоря, в Европе. Поэтому вот такая вот вещь. Но вот интересно, американцы, у которых была большая великая депрессия, да, они в поисках работы передвигались тогда с этими прицепами и жили в них. И по нынешнюю пору существуют городки, в которых люди абсолютно нормально, комфортно живут. Вот расскажите, как это? Вот я не очень представляю. Я видел в кино, конечно, такие вот большие прицепы. Трейлеры такие. Трейлеры. Но я не очень понимаю, как там можно жить. Сколько метраж вот обычно? Существует какой-то стандарт такого трейлера? Стандарт европейский? Возвращаюсь, да, к Европе. Самое удобное – это категория прав, да? И вопрос, который, в принципе, интересует, я думаю, что и многих зрителей. А какая категория прав? Естественно, всем удобна категория Б. Нет, мы сейчас про автодом, да, вначале. Это категория Б. А категория Б у нас ограничена только тоннажем. Три с половиной тонны, и ты можешь садиться. То есть европейцы делают большинство своих машин. С количеством пассажиров. Там пассажиры могут спать, то есть это же дом, но не обязательно всех их перевозить. То есть такая уловка, да? Да. И в этом смысле, как не автобус, но 10 человек в любом случае. Максимум автодом – это 7 человек. Максимум размещения. И это, как правило, знаете, какие автодома? Ольковного типа, когда некий такой клюв нависает. Где находится большая двуспальная кровать. Да, абсолютно. Вы хорошо информированы. И именно эти автомобили максимум мест могут предоставить по своим планировкам. Поэтому, то есть вот что касается Европы. Действительно, они оставляют прицепы на зиму, иногда хранят что-то. Это некие такие передвижные дачи. Автодома, как правило, используются круглый год, потому что это некая возможность туризма выходного дня. То есть, если возможно, взять в субботу и воскресенье и из Германии переехать в Италию. И провести где-нибудь в Милане, недалеко от озера Лага Маджор и, предположим, выходные. Потом вернуться на работу. То есть, они используются в постоянном режиме. Я хочу привлечь к нашей дискуссии телезрителей. Прошу вас звонить, вы знаете наш номер. Звоните, задавайте вопросы. И вот я хочу спросить у вас. Есть ли вам по вкусу такого отдыха туризм? Наверное, даже не туризм, больше похоже на философию. Это какой-то склад людей. Абсолютно, абсолютно в точку. Так вот, если вы вдруг поняли, что вы как раз из этого теста сделаны, вы готовы путешествовать таким образом, что бы вы приобрели себе? Дом на колесах или вот такой вот прицеп-караван? Караван, караван. Кстати говоря, ну а вот с вашей точки зрения, что выгоднее человеку, что удобнее? И как показывает практика, что чаще приобретается? Вы правильно сказали, это философия. Поэтому приобретается исходя из потребностей. Я вам могу сказать, что в России больше всего продается автодомов. По всем городам, кроме Санкт-Петербурга. В Санкт-Петербурге покупают прицепы. Интересно, почему? Объяснимо, да. Мы тоже как бы задались, почему в Москве прицепы не продаются, караваны не продаются, в Санкт-Петербурге улетают. Потому что в Санкт-Петербурге рядом Финляндия, куча озер и высокие очень темпы продажи джипов. Это и мы так себе объясняем. Как объясняют потребители, я не знаю. Единственное, я могу сказать, что, естественно, автодом, он более мобильный. К автодому, если вы на нем не хотите ездить, люди прицепляют мотоциклы очень часто. Или маленькие такие мини-мобили, типа смартов, если это большой автодом. Или квадроцикл, если это небольшой автодом, который позволяет возможность пересечать. То есть они цепляют на жесткую сцепку, да? То есть он едет за ними постоянно, вы это имеете в виду? Нет, большие гаражи. Мотоцикл вешается, соответственно, сзади. А квадроцикл или мини-мобиль, он помещается в гараж. Сзади есть такие планировки, достаточно распространенные. В задней части автомобиля находится двуспальная кровать, которая приподнята. И вся нижняя часть отдается под гараж, который открыт. Это какой же размер должен быть такого дома на колесах? Четырехкомнатная квартира. От восьми метров, нет. Ну, квадроцикл помещается в восьмиметровый автомобиль, совершенно легко. Фантастика. Вот жалко, я не видел таких, потому что я брал на тест дом на колесах. Мы ездили осенью, нет, вру, весной. Весной это было в конце апреля, наверное. То есть еще лежал снег, мы хотели попробовать, как при холоде, возможно ли это, какова его проходимость. Там был снежочек небольшой. Вот расскажите, кстати говоря, круглый год можно ездить или нет, путешествовать? Абсолютно. И в этом, наверное, преимущество компании Хюмор. Это самый крупный производитель европейский, который думает о теплопроводности своих автодомов, используя специальную технологию, потом Юля подробнее расскажет. Да, могу рассказать. Дело в том, что автодома используются в Скандинавии. В Скандинавии этот отдых очень распространен. В Финляндии, Норвегии и так далее. И там условия уже минусовые. Минус 30 автодом выдерживает. И очень у многих вопрос создается, неужели за счет двигателя, за мощностью двигателя. Я был уверен, что действительно двигатель обогревается. Нет, ну, так сказать, очень приятно, если это новизна. Газовое отопление. Газовое отопление, два газовых баллона по 12 литров. А это много, согласитесь. Если мы вспоминаем дачи и, так сказать, вот эти баллоны, то мы представляем, что это недели две, но неделю при минус, в зависимости от температуры. Тут нельзя говорить, потому что сколько. Потому что минус 40 – это один расход, а минус 20 или минус 15 – это другой. Плюс в жилом отсеке всегда есть специальная гелевая батарея, которая питает все электричество. Плюс опционно оборудуются солнечные батареи. Причем от газа работает не только отопление и плита, но и холодильник. Вот это было открытием для меня, что холодильник может… Есть такая технология. То есть это еще одно такое открытие. Холодильник работает от газа. Ну, вот поясните, пожалуйста, все-таки более технологично. Как, во-первых, как от газа работает, это же не фреон, это обычный газ, обычный… Обычный газ, да. Пропан, бутан. Пропан, бутан, да. Зимой советуем, конечно, бутан, собственно, заправляем, и сами заправляем, и советуем заправлять, поскольку это не проблема самостоятельно приобрести в России и заменить баллоны. Летом пропан. Что касается инноваций вообще, в принципе, то хюмор – это тот концерн, который делает ставку на инновациях, патентует свои разработки, хвалится, собственно, да, его знают все как концерн, который сам изобретает, сам придумывает, сам внедряет свои технологии в автодомах и караванах в практике. Продает патенты, некоторые закрывают, держатся в секрете, в частности, вот непосредственно технологию Пуал, это стенки, которыми хюмор гордится. Стенка составляет 3,5 миллиметров, в смысле сантиметров, и равна 80-сантиметровой складке кирпичной по теплоизоляции. Четыре кирпича. Четыре кирпича, да, то есть это много, это гарантирует комфорт внутри автодома. Также хюмор гордится своей технологией двойного дна. Спрятаны коммуникации внутри, собственно, дно, пол за счет коммуникации подогревается, что обеспечивает также комфортную температуру внутри автодома. Я могла бы рассказать о многочисленных изобретениях, это и всевозможные складные кровати, влияющие на эргономику пространства, это разработки в области дизайна, это шасси, опять же, три вида шасси, Ford, Fiat и Mercedes Sprinter, плоский пол. Бесконечно можно говорить о инновациях, о технологиях концерна. Но мы сейчас послушаем звонок телезрителей, а потом вернемся, потому что мне очень-очень-очень хочется спросить, ну почему же все-таки газом, когда, мне кажется, абсолютно просто, и во всяком случае на поверхности лежит решение проблемы, отапливать за счет двигателя. Потому что там же наверняка двигатели в большинстве своем, если не все, дизельные, правильно, которые на холостом ходу расходуют очень мало солярки. Ну, давайте сейчас, пока звонок не сорвался. Добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер. Будьте любезны, чуть громче. Добрый вечер. Здравствуйте. Игорь Сладикавказа вас беспокоит. Очень приятно. У меня, знаете, какой вопрос? Вот есть ли автодома для инвалидов, то есть для людей, которые сидят на инвалидных колясках, приспособленные, такие специализированные? Вы имеете в виду инвалидов, которые управляют, или инвалидов, которые... Ну, которые могли бы пользоваться этими домами. В качестве пассажира или в качестве... В качестве пассажира, да. Хорошо, спасибо большое за вопрос. Это хороший вопрос. Безусловно, есть, потому что, когда мы коснулись, кто покупает, и пользователи в Европе, это в основном пожилые люди. То есть категория 60+. Много людей, которые имеют уже к этому возрасту проблемы со здоровьем, есть инвалиды, и поэтому такие автомобили есть, и об этом думают как производители автодомов, так и производители шасси. Собственно, Ford, Mercedes, Renault и EVECO, которые дают ручные модели управления, и, соответственно, облегчают возможность управления, обладанием таких автодомов для инвалидов. Но как-то нужно ему погрузиться в эту машину? То есть должны быть какие-то... Специальные лесенки, специальные лесенки. И здесь надо сказать, что Европа очень заботится об инвалидах. И сейчас эта тенденция у нас в России есть, что не может не радовать. Строятся пандусы и в домах, и в магазинах. И будем надеяться, что этот процесс, вот этот вот почин, который буквально, наверное, года два-три назад начался, будет продолжаться дальше. Не только автодома будут для инвалидов, но и все коммуникации, магазины и жилые дома. Согласен, согласен. И все же таки вернемся к технологиям. Почему бы не использовать, скажем, печку типа Вебаста? Что-нибудь такое? Потому что хюмор соответствует определенным стандартам. Есть стандарты качества, по которым обязательно, собственно, выполнение определенных правил. Почему? Не могу сказать. Концерн работает уже на протяжении 50 лет. И своей разработки, а также опыт, за это время накоплено немало. Поэтому используется печь Трума, которая уже проверена. Поэтому, возможно, опционально, если это необходимо, при желании, обогрев электричеством, собственно, спираль, которая нагревается, тот же теплый пол, обычная система под линолеумом. И другие варианты. В принципе, хюмор тот бренд, где опционально возможно воплощение, в принципе, любых желаний клиента. А расскажите, пожалуйста, о гелевой батарее. Что это такое? Это, я так понимаю, аккумулятор такой? Аккумуляторная батарея. Аккумуляторная батарея. Насколько хватает? Вот просто батарея, она обеспечивает свет, работу насоса, который качает воду. В принципе, все, что нужно для элементарной стоянки, да, скажем так. Ну, там телевизор, DVD-плей. Вы находитесь на кемпинг-стоянке, и вы включили гелевую батарею для того, чтобы осветить салон. Положим телевизор, насос. В принципе, кемпинг-стоянки оборудованы 220 вольт. При подключении 220, соответственно, машина, в машине, в стенке машины есть разъем для розетки. При подключении 220 вольт, собственно, все заботы о том, как же мне обеспечить автодом электричеством, электропитанием, снимаются. Потому что от 220 работает все. Вот тут-то и кроется самая главная заковыка. Мы же с вами, милые барышни, живем в стране, в которых этих кемпингов раз-два и обчелся. Хочу вас обрадовать, что не раз-два обчелся, а гораздо больше, как нам. Да, практически три-четыре. Собственно, сейчас чем мы занимаемся на территории Российской Федерации, помимо того, что продаем, продвигаем такой бренд, как Хюмор, такой концерн, как Хюмор, со всеми, в принципе, его брендами в будущем, мы занимаемся также пропагандой, караванинга. Как сказала Оксана Валерьевна, в недалеком будущем мы надеемся, что, собственно, этот вид туризма, автотуризма на самом деле прибыльный для страны. Да, действительно, мы стали пионерами волей-неволей вот этого огромного движения европейского, просто пионерами. И, соответственно, весь спектр, а мы говорили, да, что караванинга – это не только автодома и прицепы, но и вся инфраструктура, целая отрасль бизнеса, кемпинги и так далее. И вся эта махина лежит на ваших хрупких плечах. На наших хрупких плечах. Абсолютно, причем, что интересно, мы, как бы, обладая информацией о том, что это огромная отрасль туризма в Европе, мы поняли, что об этом никто не знает. Хотя, как ни странно, об этом никто не знает. Эта отрасль одной только Германии делает оборот 9,5 миллиардов евро. И в Германию приезжает иностранных туристов ровно миллион автодомов, они принимают туризм. То есть это не самая туристическая Германия страна, но, тем не менее, только в этой отрасли. И на сегодня мы знаем, что в стране существует некий спад туризма, как внутреннего, так и внешнего. Внутреннего за счет отсутствия тех самых преусловутых гостиниц и инфраструктуры на побережье. Последние события, радостные, связанные с Сочи, с Олимпиадой, позволяют надеяться на то, что ситуация изменится. И внешний туризм падает за счет очень высокой цены на гостиницы. В Москве, Петербурге. Отвратительное качество за счет. В мае я была в Бонне и выступала на форуме туристическом, российско-германском, которые предложили. И приводились ужасающие цифры. И Германия говорит, а мы не можем, нам дорого. У нас тут Восточная Европа открылась, а они могут. И мы говорим о туризме. Бизнес-туризм есть в России. Ездят в Москве и живут в гостиницах и по 800 евро, и по 900. Но мы говорим о туризме людей среднего достатка. Вот этот вот средний класс, который и является носителем туризма. И в этом смысле караванинг, это могло бы быть и спасительным... Развитие караванинга могло способствовать подъему туризма. И об этом мы писали в 2005 году, и в аппарат президента, и в Союз Туриндустрии. И надо заметить, что получили мы звонки из Минэкономразвития. Спасибо. Мы эту отрасль просто не рассматривали. Вообще никак. А сейчас она очень актуальна и в развитии государственной политики, направленной на подъем туризма. Вы знаете, с начала года 7 туристических рекреационных зон, которые будут активно развиваться. Причем там есть такие области, как Алтай, например, где понятно, что поставят дороги. Уже сейчас, на сегодня, много туристов хотели бы посетить, и они нуждаются в элементарном комфорте. Но там, что касается Алтая, на Алтай это неплохие дороги. Горный Алтай, там действительно проблемы с дорогами. То есть сегодня можно разбить, например, ту же гостиницу, как вы говорите, из караванов, которые там могут стоять, которые можно перенести на другое место. Если это сплав, пока то нет, то опять-таки можно... Конечно. То есть очень-очень-очень много вещей. Если мы говорим о Сочи, если мы говорим об Олимпиаде, я уверена, что будет построено очень много гостиниц. Но я еще уверена в том, что еще больше людей захотят приехать в Сочи, чем Сочи сможет принять. И здесь тоже возможность использования земель, непригодных к постройке, для того, чтобы принимать как европейских, так и россиян, которые захотят. Да и наши туристы. Так и россиян, которые захотят. Я действительно не счастлив, что вы пришли к нам, потому что я вижу людей, которые думают точно так же, как и я. Я глубоко убежден, что на Западе смотреть значительно меньше есть чего по сравнению с... Не по-русски. Сформулировал? То есть вы поняли. Абсолютно. Россия наша, это же... Давайте послушаем сейчас еще один звоночек. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Меня зовут Альберт, я из города Нальчика. Здравствуйте. Я хотел задать такой вопрос. Есть ли прицепы, которые могут возить наши машины? Десятки, триоры, по массе, которую возможно везти машины. Ага, ага. Ну, там не более тонны, по-моему, насколько я помню. Я понял, спасибо. Есть такие прицепы, подробно расскажу сейчас Юли. На заднеприводном шасси, собственно, модель Карада или любая модель Хюмор на заднеприводном шасси делает это возможным. Есть легкие... Что значит заднеприводное шасси? Заднеприводное шасси. Собственно, есть три производителя шасси Ford, Fiat, Mercedes Sprinter. Нет, сейчас разговор идет о прицепах. А, непосредственно прицепах. Я подумала про автодом, потому что автодома у нас тоже покупают для того, чтобы катать яхты. Нет, тут как раз обратно снация. Нет, можно и автомобили... Битый, не битый увезет. Вот о чем речь идет. Да, отечественного автопрома. Есть легкие прицепы. То есть тут зависит от веса, да? Да. Прицепы для этого, потому что в Европе тоже же не только вот эти огромные машины, есть и легкие. И большинство машин как раз малолитражки. Да, это во мне Америка. Это легкие гольфы, это маленькие пиля и так далее, которые вполне могут возить. Поэтому и девятки, и десятки, все автомобили в вас могут спокойно возить прицепы. Самый легкий прицеп – 1200. Техническая, так сказать, информация. А на сколько человек этот прицеп? Этот прицеп на четырех человек. На четырех даже, да? Семья. Замечательно. Да. Очень хорошо. Эриба Ливинг. Модель. Какая? Эриба Ливинг. Ага. Понятно. Пошла уже конкретная реклама. Конкретику можем дать мы, но, собственно, каждый наш дилер, как в Москве и в других городах, Санкт-Петербург, Самара. Их много. Дилерская сеть уже на данный момент насчитывает 11 дилеров. К концу года… За какой срок? За четыре года. За четыре года. За четыре года. И удивительно, что если раньше мы рассказывали, да, вот тут, как вам, да, вот это замечательно, удивительные люди сплотились рядом с нами. То есть классические автодилеры сейчас в России, да, автопром вот так вот растет. И фактически тут нет работы с покупателем, потому что на сегодня машины распределяются, да, мы знаем эти очереди. И вот говорят, вот вы хотите эту машину, там, любую, через четыре месяца она будет. А то и полгода, да. Например, то здесь совершенно другая ситуация, она и в Европе такая. То есть создаются такие клубы караванников, понимаете, это действительно философия, это некая вот идеология. И такие же дилеры. В Санкт-Петербурге у нас дилер Лауры замечательный, Игорь Щербаков, который первым поверил в эту идею, заядлый рыбак, охотник. Он увидел сразу, как он может это применять. Он вспомнил, что рядом озера, и где они могут, и первый купил. То есть все наши дилеры являются еще и активными пользователями. И на сегодня, да, вот четвертый год мы находимся в России, уже к нам приезжают и говорят, мы хотим из Тюмени, из Новосибирска стать дилерами, работать. И это люди, которые видят не только, ну, как понятно, что в первую очередь бизнес, да, но бизнес-бизнесу рознь. То есть здесь такая полная включенность и вовлеченность. Это бизнес, как продолжение хобби. Или наоборот, хобби, как продолжение бизнеса. Это интересно. Тот самый случай, когда работа ставляет удовольствие и деньги. И это интересно. Это дилерские конференции, которые мы устраиваем, выезжая на автодомах, придумывая маршруты, обсуждая вопросы. Понимаете, это несколько отличается от самой такой вот жесткой идеи, вот, да, здесь, как это обычно бывает, классический, то есть дилерская конференция, отношение дилер-производитель, здесь по-другому. Здесь вот некий момент, вот семейная фирма, частная фирма, и вот есть некий вот такой вот шарм того самого среднего бизнеса европейского, который уже, так сказать, с глобализацией пошатнулся. Но в этой сфере он остался. Это здорово. Это здорово. Слушайте, давайте посмотрим еще одно видео. Я прошу вас рассказать, что мы там увидим и кого мы там увидим. Ну, это какие-то совсем современные космические проблемы. Это новый модельный ряд 2008. Хюмор, интегрированные автодома. Как видите, значок «Мерседес». Разрешил «Мерседес» использовать, кстати говоря, тоже. Это важно. Это важно, потому что не дает возможности использовать вот этот свой знак, только в надежные автомобили. А это, я так понимаю, уже само производство. Это производство. Самое крупное в Европе. Открыт еще один цех. Оно отличается. Вроде конвейер, да, вы видите. И очень интересно, что мебель спускается сверху. Как в яхтах. Много очень ручной работы. То есть вот эти все изгибы делаются. А это как раз господин Эрвин Хюмор. Основатель компании. Слушайте, а что же это такое за длинные автомобили? Вот видите, вот мы с вами разговаривали. Куда же мы положим... Вот он, багажник. Это человек, который своими руками, собственно говоря, начиная от первого и заканчивая в последний. Уникально, уникально. В 61-м году, когда он разработал первый автодом, он рассказывал, как он ходил по банкам, просил кредиты, да, вот как вот все изобретатели, как нам сделать. И банки говорили, а кому это нужно? Мы не будем. И один банк дал денег на разработку, на запуск производства. Я думаю, не жалеет по сей день. Чем мне еще близка идея караванинга? Да, я пытался понять, пытался сформулировать. Ну, во-первых, это свобода, да, независимость. Ну, абсолютно банальные вещи. Понятно, что не зависишь от гостиниц, да, хотя все-таки наличие кемперов, кемпингов необходимо. Об этом мы сейчас поговорим с вами отдельно. Я хочу сказать вот о своих ощущениях. Это ведь абсолютно семейная история, да. Вот вы правильно говорите, что семейный бизнес, да, и во всем прослеживается вот эта идея семейственности. Причем во всех ипостасях. Здесь же можно сгруппировать интересы отца, сына и жены. То есть жена хочет, чтобы поближе к каким-нибудь там вот красотам, поближе к каким-то городам, а сын с отцом хотят рыбу ловить. И вот, пожалуйста, то есть ты не ломаешь голову, куда тебе поехать. Ты можешь поехать туда, можешь поехать сюда. В этом заключается прелесть. Одна из прелестей. Потому что прелестей настолько много, что... И опять-таки, если в Европе больше на семейный отдых, вот то, что мы видим у нас, а мы по-другому вообще. Россия, она загадочная страна и продукт для всех, да. В Россию можно только верить. Потому что у нас джипы ездят в городах, а спортивные автомобили за городом, например. То есть вот какие-то вещи. И, собственно говоря, караванник, мы говорили, что в Европе достаточно дорогие машины, пожилые люди, да. Пожилые люди, там, как бы, с семьями или без семи. У нас, поскольку активно развивающаяся страна в бизнес используется очень часто, как офис мобилей, как гостиницы для сотрудников, если поездки не очень далеки. Это и транспорт, и гостиницы, собственно говоря, поесть они там могут, если это участие в выставке между городами. Потом спорт. Вот активно в спорт. Например, серфинг, да, вот такая вот есть вещь. Люди приезжают, есть волна, они катаются. А если нет, им делать нечего. Опять же, зимние виды спорта. Им не надо, они не могут там заказать гостиницу, а потом не приехать. Для них важно вот сесть со своей этой доской, она объемная, и переехать там, где есть эта волна. Дает возможность, необходимость. Мотоспорт, ралли. То есть все те, которые связаны с выездом, соревнований, активно очень используются тоже. Ну, я видел это зимой во Франции на горнолыжном курорте, которые, где гостиницы очень дорогие, там было много. Потом, если с горными лыжами, в этот год, вы помните, да, не было снега. Не было снега в Швейцарии и в Австрии, но он был в Андорре. Нам еще пока немножко виза мешают, да, вот нам, россиянам, потому что если она у тебя есть, конечно, то здесь нет снега, я думаю, что тоже вопрос быстро решится. Да. И все, и ты поехал со своими горными лыжами. Ты не испортил, вы как вот спортсмены, занимающиеся горными лыжами. Здесь нет снега. Что она, Европа, вот такая, ну, приеду я, за сутки я доеду. Да что там, Европа, у нас есть куда съездить. Давайте еще послушаем звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Василий, я из Москвы. Ну, вот к разговору о серфинге как раз. Проблема, мне кажется, еще и в том, что вот такую машину, она, я так понимаю, дорогостоящая, просто так нигде не оставишь. То есть, если Европа это специальные кемпинги, оборудованные там с электричеством, с канализацией, то у нас в России просто вот приехать там на берег моря, разложить там доску и оставить такую машину, это просто нереально. Просто вопрос даже безопасности банальной. Вот с этим сталкиваются владелец этих прицепов. И как решается эта проблема сейчас? Спасибо, Василий. Спасибо. Ну, во-первых, клиенты из сферы спорта, да, спортсмены достаточно давно уже пользуются автодомами и караванами. И на сайте, если вы были на нашем сайте www.humor.ru, есть информация также о поездке серфингистов, людей, которые занимаются виндсерфингом и так далее, они приезжают, оставляют и занимаются спортом. Они едут большой компанией. Если же такой вариант все-таки не устраивает, я уже не говорю о тройных запорах, замках, дверях, о системе безопасности машины непосредственно, то можно остановиться на любой турбазе, то можно остановиться на территории любого отеля, то можно остановиться на любой, если вы знаете, и дилер вам наш посоветовал проверенный караван стоянки и так далее. Как правило, там территория охраняемая. Все возможно. Я не вижу проблемы. Но таких случаев, например, статистику проверяли. То есть на сегодня не такие большие цифры, да, вот конечный потребитель нашел 100 автодомов. 100 автодомов и где-то около 30 прицепов. Ну, впечатляюще в том смысле, что начинали мы буквально там с 3-4. Случаев таких не было, потому что мы объединены в клуб, и мы общаемся с теми, кто купил, и выясняем. В Европе статистика нулевая по кражам. Он большой, он заметный. И сегодня он очень заметный. Даже с этой точки зрения. Он закрыт надежно, да, там тройной замок, то, что сказала Юля. А с такой машиной, а куда ты? А куда ты, когда она вот режет глаз, и вы сами уездили, ее можно не заметить? Тут разговор скорее не об угоне, а я так понимаю, что наш телезритель из Москвы, Василий, по-моему, да? А вы имеете в виду о ценностях, о своих вещах? О том, чтобы даже что-нибудь не украсть. Ну, то, что Юля сказала, потому что от воров нет замков, то есть их в квартиры могут влезть. Это такая вещь. Есть тройной запор и так далее. Но если кто хочет, вы понимаете, ни один замок, ни одна сигнализация еще не удерживала людей от взлома даже в нормальную квартиру. Уж не говорим, что квартира на колесах. Поэтому лучше... Слушайте, я понял. Ну, да. А может передвигаться просто не одним домом, а двумя семьями? Что даже... Группой. Что и делает группой? Спокойнее и лучше. Да. И веселее. Намного. И веселее. Расскажите, пожалуйста, что вы делаете, неся на своих хрупких плечах вот такое тяжелое время? Кстати, я вот честно говорю, что наш канал в моем лице точно и наверняка мои коллеги меня поддержат. Готовы подставить свои широкие плечи для того, чтобы помочь вам нести эту ношу. Я с удовольствием готов пропагандировать эту идею. Эта идея изумительная. Она действительно изумительная. Что делать для того, чтобы решить вопрос с кемпингами? Вот, вот, и для того, чтобы вообще пропагандировать. Я понимаю, что это взаимосвязанные вещи, одна из другого текает. Потому что, во-первых, нужны люди, которые готовы это продвигать. Расскажу вам случай. Три месяца назад мы участвовали в благотворительном автопробеге «Дальний свет». И там познакомились с депутатом Московской городской думы, Иваном Юрьевичем Новинским, который был тоже участником автодома. Мы также вот в автопробеге, так же разговорились, как с вами. Он говорит, а в Москве-то? И он человек, который думает о Москве в силу своей работы день и ночь. А мы-то тоже можем. Сколько у нас площадок стоит под строительство замороженных по 5-6 лет? Видите, подвести коммуникацию очень просто. Какой потенциал туристов мы могли бы принимать в Москве? Те, которые могут себе позволить автодом, но не могут, и имеют его уже, но не могут жить в дорогих гостиницах. И сейчас в Московской городской думе, например, будет готовиться слушание. Ну кто? Человек, который загорелся идеей, который понял. Новицкий вообще человек загорающийся. Он бывал у нас в гостях, что мы общались с ним. Вот он загорелся, и он сделает, потому что он увидел. Да, это выгодно городу, выгодно нам. Это здорово, если к нам будут приезжать. Это здорово, что если увидят Москву, окрестности в Подмосковье, коллеги губернатора Громова говорят, да, тоже нас пригласили. Вот где-то слышали интервью и так далее, говорят, а у нас пионерские лагеря заброшены. И сейчас есть такое распоряжение, что их нельзя под коммерческое использование. Почему? Только для отдыха, либо для детей. Ну, почему? Ну, да, это вопрос не коррекции, согласен. Это регламентировано, да, на законодательном уровне. И тоже сейчас разрабатывается вот эта система, все города, которые окружают Москву. Здорово, здорово. Чем больше будет, тем больше возможностей будет у этого движения. Мы действительно сможем увидеть нашу страну. Это инвестиции в страну в любом смысле развития. Большой патриот нашей страны, потому что она такая красивая. Мы не имеем возможности ее увидеть по той же банальной причине. Отсутствие гостиниц, мы иногда боимся, не знаем. Здорово. А когда собраться группой, вот с вами мы могли бы сесть в большой компании с нашими дилерами и посмотреть какие-то вещи, которые не видели до этого. Что может быть лучше? Сейчас послушаем еще один звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Станислав, я из Москвы. У меня вопрос такой. Выпускает ли компания «Хуммер» прицепы или же, не прицепы, а автомобили на полноприводном шасси? Спасибо за вопрос. Он настолько больной. И актуальный. И актуальный. В Европе такой вот потребности нет. Поэтому, ну, как только четыре года назад мы начали работать, вот этот вопрос прозвучал сразу. Россия, россияне хотят полный привод. И клиренс повыше. Даже не столько клиренс, достаточно высокий. Ну, вы как бы, если помешал, то есть пока не мешал, не было нареканий, но полный привод есть. И сейчас я могу сказать, что, то есть вот настолько мы стучали, говорили, Россия хочет. Сначала были у нас скромные цифры, то есть не было потенциала. Мы пока понимали, что это такое. Мы пока примерялись. Сейчас нам уже понравилось. Я вижу просто динамику следующего года. Вижу, что вот вкус, вкус к этой свободе, к этой идеологии появился. И сейчас мы уже смело можем говорить, давайте, идут разработки. Я думаю, через год-два появятся. Только что вернулся из Дюссельдорфа, вот мы ездили все вместе, смотрели. Там первый пробный полный привод был сделан, но он был сделан почти кустарно, маленькой фирмой, где буквально вот он единственный. То есть это не серия, это не производство, а вот такие вот единичные автомобили. Попытки есть. Форд заявил, тут же в шасси зависит, понимаете, полный привод это шасси. Форд заявил о полном шасси, но оно пока тоже не является массовым. Вот когда Форд разработает до конца, то будет. У Мерседеса нет. То есть они принципиально нет. То есть у нас надежда на Форд, на то, что он до ума доведет, и параллельно идут разработки для того, чтобы сам дом удачно гармонировал с шасси. Это очень важно для безопасности и так далее. То есть это кажется, что это просто, ну что там, построил домик на шасси и поехал. Нет, нет, это дополнительные колебания. А там куча-куча-куча технических нюансов. Будет, обещаем, будет. Мы над этим бьемся и работаем. В любом случае концерн Хюмор специально для России разработал уже по нашей просьбе. Зимний пакет. Зимний пакет, да, русский пакет. То есть у нас мы не просто говорим с концерном. Это специально, собственно, это улучшенное отопление автодома, подогрев всех стекол и так далее. Собственно, тот же... Холодный старт. Холодный старт, да, при минус 25 и так далее. Собственно, набор дополнительных опций, которые россиянам бы помогли. Например, от грязи вот эти вот фарточки сзади. В Европе они не нужны, а нам они вот... А нам необходимы. Которые связаны вот с нашей спецификой. Нет у них этого снега тающего. Не нужны им вот эти вот нижние... Сейчас вот, если мне подскажете, как они называются, то, что... Брызговики. Вот, все. Я уже сама сходил. Не нужны брызговики, нам нужны. Особенно на таких грузовых шасси. Мы стараемся адаптировать машины под российские услуги. Слушайте, ну, чтобы нас не обвинили в том, что мы вот просто занимаемся пропагандой, мне, честно говоря, нравится компания. Нравится подход и нравится то, что вы работаете в ней. То есть уже потому, как горят у вас глаза, уже понятно, потому, что вы люди увлеченные. Наши производители, есть же наши производители. Я знаю, что на базе «Газели» создавались какие-то... Наши, в смысле, белорусские, да. Купава, да. Нет, есть в Нижнем Новгороде еще. Не автодома. Да? Я вам сейчас... Не автодома. Мы узнавали, то есть это, может быть, торговые какие-то прицепы. Сейчас, сейчас, сейчас. Давайте. Сейчас, сейчас, сейчас. Купава – это минский автозавод, да? На шасси «Газели». И где-то про Нижний Новгород я видел. Ну, я же видел, но я потерял. Ну, хорошо, давайте. Вы рассказывайте о том, как вы относитесь. Это будет здорово. Мы, например, видим и уверены, да, что через лет пять, а может быть и меньше, производство будет здесь в России автодомов. И я, например, вижу даже огромную перспективу. У нас не очень получилось с легковыми автомобилями. Ну, так сложилось исторически, да, и сейчас поздно наверстывать, но вот в этой области. Потому что это стык некий инноваторства, самолетостроение, яхтостроение. Интересно. Мы могли бы внести, вот Россия могла бы внести вот своими умными головами, нестандартными решениями даже свой вклад в караване. Потому что достаточно молодое это все. Можем мы это сделать. Хотя бы потому, что когда мы занимаемся ремонтом, а наши дилеры, естественно, делают обслуживание гарантийное, и там возникает, ну, как бы обшивка, там, это совершенно все другое. Какие-то нюансы, которые немецкие специалисты там по телефону говорят нашим инженерам, надо сделать так. Так вот, в прошлом году было найдено такое решение, которое, причем человеком, не инженером, а вот таким вот кулибиным, понимаете, нашим мастерам золотые руки. Нашел такой простой вариант, такой легкий, не спрашивайте мне про нюансы чего, там как обшивки, что немцы сказали, боже, как просто, какие они русские, как у нас это было так сложно. Понимаете, вот это дает шанс, вот этот случай, да, для меня был показательным в том смысле. Ведь можем, и можем, наверное, и эту область, потому что цена дорогая, могли бы сделать более доступно и действительно хорошо и здорово. Я нашел, наконец, информацию. Это действительно нижегородская, но тюнинговая компания, название фирмы назвать не буду, на базе с элементарического фургона ГАЗ-2705 или ГАЗ-3221, это микроавтобус. И у них есть свои ноу-хау, мне очень понравилось. Вот чисто русский подход, когда до воды, возможно, трудно добраться, у них оригинальная конструкция приведения насоса воды, приведения в действии. То есть ты кнопку нажимаешь, вода льется, кнопку убрал, вода льется, перестал. Самолет, самолет. Ну, в общем, да, примерно так. Поезд, то же самое. Это, знаете, это не инноваторство, это уже старое. Старое, старое. А у вас этого нету. А контейнер с водой для душа, например, будет находиться между лажеронными рамами, что придет к нагреву воды от выхлопной системы двигателя. Вот просто гениально и просто. У нас то же самое, на самом деле все эти разработки взяты. Здорово, что начали. Вот единственное, что могу сказать, то есть, конечно же, и воду греем коммуникациями, о чем вот Юля рассказывала и так далее. Здорово, что начинаем. Да, подтянуть газ. Машина просто очень дорогая. Почему вот у Купава не получилось? Потому что в среднем от 70 до 170 тысяч евро стоит машина. Собрано, ну вот у Купава, в частности, верх весь из импортных деталей. А снова газ. Да, мы знаем, как газ ломается. И в этом смысле, конечно, инвестиция такая сложная. То есть, дом-то стоит, а колеса не едут. То есть, вот в этом момент. Но газели есть полноприводные, что, кстати говоря, большой плюс. Звонок. Будут форды, будут форды, будут форды полноприводные. Дождемся, да. Добрый вечер, здравствуйте. Алло. Слушаем вас. Будьте любезны громче. Вечер добрый, у вас город Красноярск беспокоен. Мне бы хотелось узнать, насколько вес прицепа влияет на состояние коробки передачи. Вы не могли бы говорить чуть дальше от телефонной трубки, потому что очень много высоких нот, и я, честно говоря, не расслышал вопрос. Насколько вес прицепа влияет на состояние коробки передач при транспортировке, особенно в пробках? Отлично. Спасибо, спасибо. Такой вопрос. Сугубь технический. Очень технический. Я предлагаю позвонить на шофер. Можно номер телефона? Звонок другу. Звонок другу. Дело в том, что я точно знаю, могу сказать, что вес прицепа во многом очень зависит от того, как попадает. Самое опасное там для легковой машины – это попадание в резонанс. То есть это тот момент, когда ты идешь на обгон, либо едешь быстро, и он начинает раскачиваться. Над этим много работают. В этом году создана специальная готовка. Да, есть сцепка специальная. Я не буду в подробности лезть, потому что это тоже отдельная история. Собственно, сцепка, позволяющая гасить эти резонансные колебания. Обеспечивая устойчивость и так далее. О том, что это вызывает вообще какие-то вопросы, не слышали, не знают. Это по логике вообще не должно вызывать вопрос. Просто нужно грамотно ехать. Просто никогда не вызывал. То есть если бы это была проблема зона, она была бы освещена хоть где-то. А в управлении машина совершенно легка. Поэтому коробка и механическая, и автомат не должны от этого страдать. Давайте поговорим о ценах. Вот, скажем, та же самая нижегородская «Газель», которая на стоимость базы просто «Газели» 200 тысяч рублей. Сколько это получается у нас в североамериканских? Или вам ближе европейские деньги? Нам ближе европейские деньги. Ну, пересчитывайте за это. Давайте сразу. 200 и базовый вариант коттеджа еще на 100. То есть 300 тысяч рублей. Сколько это будет? Ну, примерно 10 тысяч евро. Вот за 10 тысяч евро... В Европе автомобилей нет. Ни прицепов. Это прицеп вы говорите? Вы о прицепе? А, «Газель», нет, автодома. Стоимость «Газели» около 200 тысяч рублей, а коттедж в базовой версии на 100 тысяч рублей больше. Ну, правда, без кухни, душа и туалета. Ну, понимаете, это несколько... Это просто «Газель» с кроватью, да? «Газель» с кроватью, то есть... «Газель» для мужика, которого выгнала жена, и он ушел. Это другая идеология. Здорово, таких в Европе нет, да? Ну, то есть мы говорим о нескольких вещах... Я не пытаюсь сравнивать, я просто вывожу вас на то, чтобы вы сказали, сколько стоит продукция ваша. Самый дешевый вариант и топовая версия. От 65 до 165. От 65 тысяч евро. Евро. До? 165. Ну, это, мне кажется, до 165 это не так уж и много, потому что я знаю некоторые нефтяники, которые используют используют дома на колесах в качестве офисов мобильных. Ну, там нужно доехать на вышку, там 200, 200, 300. Ребята из набережных Челнов купили себе и мотивировали тем, что... А вот очень удобно, хорошо, хотим такой же, чтобы был как в фильме про факеров. Первое. От рассвета до заката вспоминается. Да, и второе, второе, вот мы купили самолет, он зараза сломался, а на этом удобнее. Дево. То есть, насколько лестное сравнение с самолетом, который сломался, а ваша техника, вот, чтобы удерживать, она еще по комфорте. Мы знаем их, к сожалению, автомобиль не используется, потому что это действительно был американский автомобиль. Я когда вот вам упоминала, что два рынка не состыкуются, европейский и американский, да, то есть исторически они по-разному развивались, но и несмотря на то, что караванинг развит как в Америке, так и в Европе, любые попытки американцев прийти на европейский рынок заканчивались ничем. И наоборот, что объясняется очень просто, то есть в Америке, да, это вот большие некие вещи, там качеству такому стабильности не уделяется большое внимание, в Европе наоборот, но в Европе они дорогие, в Америке дешевые. То есть, понимаете, вот и два рынка до сих пор, да, 50 лет прошло, уж кажется, во все отрасли проникла Европа с Америкой, кроме караванинга, единственная, которая не пересекается в принципе. Ну и поэтому, в общем, ну, не захотел американский автодом, как у факеров, жить и работать в режиме Америки в набережных чулнах. То есть вот не получилось, не пошло. И они после этого купили хюмор. А возвращаясь к цене, собственно, мы с этого года вывели более дешевую, доступную, в хорошем понимании, да, дешевую, доступную марку Карада. Ее цена примерно, могу сказать, тоже зависит от комплектации, хотя, собственно, смысл марки – это практичность, лаконичность, функциональность без изысков каких-то супер-пупер дизайнерских решений, да, и так далее. То есть марка простая и функциональная. От 55, скажем так, тысяч евро… То есть на 10 тысяч получается дешевле? Да, процентов на 15 дешевле получается бренда «Хюмор». Опять же, к вопросу цены, не обязательно покупать, можно взять в аренду. Как это сделали вы? Я ни копейки не заплатил, за что отдельное спасибо ребятам. Сейчас вернемся к нашим телезрителям, уйдем от вашей ремарки. Добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Сергей, я из Питера. У меня такой вопрос. В принципе, я уже старый покойник караванинга, ездил много раз по Европе. Но караван мне пришлось брать в прокат в Финляндии. В Питере это не развито, а если есть, то безумно дорого. Но планируется для кого-нибудь развитие, потому что купить караван может себе позволить достаточно состоятельный человек. Я к такой у меня отношусь, скажем так, к средней классу, который и рассчитан караванинг. Об этом мы говорим весь вечер. На самом деле в Питере можно взять тоже в прокат. это Приморское шоссе, это выезд в сторону Финского залива, там находится прокатная станция, где можно взять прицепы, пока они не дают. Но мы говорим об этом, что в Петербурге, как ни странно, видите, прицеп, караваны. Вот я не помню, говорил или нет. Да, говорил, конечно же, что в Петербурге продаются прицепы. И вот звонок из Петербурга, караван, да, тому подтверждение, чтобы ехать в Финляндию, по-видимому, чтобы ехать на озера и так далее. И поэтому уже сейчас видим необходимость. Спасибо за звонок, что надо караваны давать в прокат. Хотя в Европе их не дают в прокат, только автодома дают в прокат. То есть европейская практика такая. Давайте поговорим, сколько стоит прокат автодома в России? Зависит от сезона, зависит от типа автомобиля, то есть количество спальных мест здесь играет роль, и тоннажность тоже играет роль. Нам порядок просто. И продолжительность также, чем дольше, тем дешевле. То есть от 180 до 100 евро в сутки. От 180 до 100, в смысле от 100 до 180, я понял. Да, да, да. Но это уже включая НДС, КАСК и так далее. Дополнительно в условия дилера входит залог, залоговая стоимость. Какой залог? Это обязательно. Залог колеблется от 1000 до 1500. В зависимости от дилера. В зависимости от дилера. У нас все в евро. У нас все в евро. Да. Залоговая стоимость возвращается, если естественно... Это стандартный прокат. Это что автодом, что любая арендная фирма легковых автомобилей. Ну, никто даже легковой автомобиль не даст. Это стандартная система, но доступная. И на сегодня парк прокатан на 40 автомобилей. Это очень мало по России. Да, по стране. Но в Москве 20 из них. В Москве 20 из них. Конечно, Москва – это Москва. Москва – это страна в стране, город в городе. И как ни называйте. Ничтожно мало, но считаем, что уже действительно это большой шаг вперед. По сравнению с тем, что было 4 года назад. Потому что если мы говорим о популяризации, мы можем сколько угодно много говорить здесь и сидеть. Как это замечательно, как это здорово. Пока человек не попробует. Это все останется пустым звуком. Интересно, да? Люди сидят, философствуют и так далее. А вот как это? Это надо попробовать. Я поняла, что это такое. А для этого, я думаю, вначале нужно показать, как это может быть вкусно. А потом человек задумывается. Видите, я... Да, это так. До что я готов пойти для того, чтобы поехать с вами на край света. Нет, мы вас обязательно возьмем. Я для себя поняла, что такое караванинг. Когда я на берегу Петербурга задал тему, поставила машину на берег Финского залива. Утром проснулась. Во-первых, всю ночь я слышала шум прибоя, вот этот замечательный ветер. Сварила в жезве, которая взяла с собой из Москвы кофе. Вышла с этим кофе на берег Финского залива. А дна, море, песок. Удивительно. Вы знаете, вот это... Аж мурашки сейчас пошли. Вот это ощущение какой-то вот... Не то что эксклюзивности, замечательности. И вот в такие моменты ты понимаешь, как же это здорово. То есть вот... Да, благостность. Вот хорошее слово. Благостность. То есть благодать, там, не знаю, Господня, Господня. Но это то, что называется кайф. Я хочу вот что спросить. Когда я пытался снять сюжет, вернее, договорился о том, чтобы снять сюжет о караванинге в России, я при помощи редакторов вышел на какую-то контору, которая базу имеет в Питере. Но в Москве имеет, типа, филиалы представительства. Они мне неделю мозги компостировали, говорили, что то дадим, то не дадим. В результате меня связали с дамой из Питера, которая достаточно резко дала мне понять, что их не интересует телевидение вообще, как инструмент... Потому что пиар, а просто пропаганда. Нет, но дело в том, что... Вот Юля сказала, что это какие-то серые дилеры. Это серые дилеры, да, от которых мы предостерегаем. Как отличить? Ну, как отличить? Вы понимаете, тот простой вопрос. А у вас машина в наличии есть? Угу. Как обычно. Но это было то же самое со всеми производителями, с Мерседесом, с BMW и так далее. Понятно, что налоги никому не хочется платить, таможню и так далее. Сейчас уже времена, во-первых, прошли. И сейчас достаточно жесткое таможенное законодательство, требования. И в этом смысле это спасение, потому что... Ну, например, человек сэкономит, он купит этот автомобиль, потом его остановят и заберут машину, и кто будет виноват? Угу. Либо он потом будет ходить без русской инструкции. Нам сейчас звонят вот иногда люди, которые говорят, а русскую инструкцию? Угу. А на гарантию как? Без до сервисного обслуживания. То есть вот эти вот вещи. И, как правило, это под заказ за ваши деньги вам привозят и делают какую-то черную таможенную. Это не здорово, и с этим никак нельзя бороться. Да и не нужно, собственно говоря. Люди сейчас понимают, что им нужно. А нужен сервис. Нет, ну это обидно. Чтобы тебя обслужили. Чтобы тебя обслужили так, как это надо. Чтобы ты имел возможность обратиться с любыми своими проблемами, потому что это целый дом. Ну да. То есть как бы две головных боли. Понимаете, машина – это вот колеса, мотор, то есть тема. А тут еще все проблемы с электричеством, с водой. Ну, тот комплекс вопросов, который мы решаем ежедневно. С телевизором, с холодильником, с отоплением. И, конечно, здесь нужен человек, который поможет тебе решить все твои проблемы. Скажет, хорошо, сейчас, пять минут. Слушайте, как жалко, что время-то наше закончилось. Незаметно провели дело. Просто промчалось. Секунд двадцать. Ну, я думаю, что вот я выскажу общее мнение, да, можем прямо в камеру сказать, что мы обязательно организуем какую-нибудь совместную акцию, да, либо вы нас пригласите, либо, может быть, даже придумаем вместе. Придумаем вместе. Придумаем вместе. И будем информировать, показывать нашим телезрителям, что это такое. Чтобы больше людей почувствовали такой же кайф, как и я, прокатившись на кемпере. Спасибо большое за то, что пришлось. Спасибо вам большое. Это была программа «Попутчик», гость студии. Меня зовут Владимир Гаврилов. Счастливо. Спасибо.